Я хотела бы рассказать немножко о кусочках воспоминаний своего детства. Детство мое прошло вот в таком же вот как этот особнячке, почему я так полюбила музей Садовое кольцо, напоминает мне ароматы и камерность помещений, привычных для меня, поэтому я себя здесь очень органично чувствую. Мои первые воспоминания связаны, когда бабушка открывала старинный сандок и мне разрешала одевать свои старинные платья, то я выступала сразу и говорила, я артистка из театра, пела и танцевала. Вы знаете, иногда мне кажется, что вот эти мои воспоминания о том детстве, когда я пела и танцевала, и о том чудесном мире, замечательных трюмо, буфетов, старинной мебели, этому гимн, как гимн я пою в своих картинах, свою любовь к своему детству, к своему городу, к старому московскому быту. И с этой картины я хочу немножко начать расшифровать. Что же изображено на этой картине? Ну, старая Басманная, церковь Никиты Мученика, ее я оставила как один из красивейших уголков Москвы, который сохранился, эта церковь до сих пор существует. А вот почему такой большой кот? Меня часто зрители спрашивают. Вот тут я отправляюсь в путешествие в детство. А начиналось оно с очарованных буфетов и трюмов, на котором стояло несусветное богатство в моем представлении. Это были кружавчики, салфеточки, это была кошка-копилка, кошка-копилка, которая была из гипса. Эти кошек дарили на именины, на различные праздники, и вокруг них постараивались рядами слоники, семь штук на счастье, какие-то шкатулки, пудреницы и пузырьки, красивые пузырьки из-под духов выкинуть я не могу до сих пор. И вот это отправление к счастью, вот эта любовь, она выражается, вот это как бы кошка-копилка, а вот это вот два ангела, опять же музыкальные ангелы, потому что выставка называется «Московская рапсодия», музыка у меня звучит в душе, музыку я стараюсь передать свою интонационно, и они поэтому не случайно музыканты, и бабочка летит, а здесь любовь, два куста сирени за сиренью, две маленькие головки, там поцелуи, может быть, какие-то влюбленные спрятались. Музыка играет зачарованно, цветет сирень, весна, начало новой жизни, вот это символ. И еще очень важно мне здесь сказать о выразительных глазах кота. Иногда бывают какие-то вещи, которые я не могу даже объяснить, как это происходит, вот какой-то лучик, какая-то искорка загорается, и как она загорается, это тайна. Одна и та же краска, одна и та же кисточка, одно и то же как бы состояние на палитре, но глаз не загорается у кота, глаз не оживает. И вот иногда неделями я оставляю эту картину, перехожу к какой-то другой работе, потом все равно упорно возвращаюсь, я всегда возвращаюсь к своим работам, потому что я такой по характеру человек, который обязательно должен до конца довести, это для меня очень важно, не бросаю свои картины, в них уже частичка моей души и сердца, как же можно бросить их незаконченными. И вот, наконец, проходит какое-то время, искорка загорается между холстом, моим сердцем и душой. Знаете, и кот оживает, глаза оживают, и уже через эти живые глаза я могу проникать и гулять по улицам своего выдуманного мира, своего придуманного, сказочного, удивительного, волшебного мира. Вот Ирина Санна-Антонна, директор музея ГМИ имени Пушкина, она, слава богу, успела сделать целый цикл передач «Пятое измерение», и там ее спрашивают, что вот происходит с людьми, когда они проходят 96 залов Третьяковской галереи, почему где-то на 10-15 зале ты чувствуешь физическую усталость? Она очень интересно ответила, она говорит, вы не понимаете, что только вы смотрите на картины, но и картины на вас смотрят. Вот если картина живая, то она воздействует также на энергетическую оболочку человека. Понять это я даже сама расшифровать без нее не могла, она мне подсказала ответ. Вот когда картина оживает, зрители реагируют на эту живую картину совсем по-другому. Вот если я сделаю с нее копию, то это уже будет вторично, и это уже будет не то совсем. Мистическим бывает не только выражение глаз кожи, но мистическим иногда бывает, пускает в себя картина или нет. Начинается замысел, он довольно длительный. Вот для этой серии работ замысел довольно длительный, потому что начинается он с самой простой работы, с моих почеркушек. Вот я начну даже, как рождаются почеркушки, кто сделал посыл. Вот посыл для этой работы «Улица Сретенка» – это рядом с этим музеем. То есть выходишь из музея, подземный переход, и ты оказываешься рядом с церковью «Троица в листах». Об этой церкви мне сказала Ольга Эдуардовна. Когда у меня была предыдущая выставка в этом музее, она говорит, ну что же ты не рисуешь в церкви, здесь такие удивительные рядом церкви, давай-ка около нашего музея зафиксируй. И я действительно обратила на это внимание и стала сначала с блокнотом приезжать, потом я сделала вот этот вот этюд. То есть это ход работы, как он происходит, ход работы над картиной. И здесь самое главное было состояние неба. Вот это состояние неба, именно вот это чувство, которое отражает свет и цвет, оно переходит, и оно здесь как бы доминирует в этой картине. Он так и называется – улица Срединка. По этой улице начинается жизнь, весна, город оживает. И здесь мы идем, вот я здесь несу веточку вербы, это вербное воскресенье. То есть здесь какая-то драматургия. Обязательно в картине у меня должна присутствовать действо, чтобы о ней можно было рассказать. Не слепое повторение того, что я увидела механически, я просто увидела и зафиксировала на фотоаппарате, и дома перерисовала. Нет, здесь в душе перерабатывается целая палитра чувств, эмоций, настроений. И эти настроения очень сложно передать. Вот два месяца я работала над этой работой. Ну не пускала, ну никак себе. Вот церковь Троица в листах, ну вот и так, и так, ракурсы никак не могла найти. Я ее отставила. А муж мне сказал, прекрати вообще, давай что-то другое, что ж тебя так зациклило. И все-таки я была очень горда тем, что получилось, что я ее вывела, что я ее, как я обычно говорю, дожала, доделала, все-таки сумела. Вот это последний шаг преодоления, когда идет уже завершающая стадия картины, он упоительный. Но зато, когда заканчиваешь, даже грустно бывает, что ты уже уходишь с этой улицы. Ты уже на этой улице все сделала, все, что ты смогла. Теперь следующая моя работа. Удивительная работа. Я хотела здесь передать моя любовь к литературной Москве. И поэтому у меня на переднем плане не случайно здесь два Александра Сергеевича. Здесь идет Александр Сергеевич Пушкин и под руку с ним Александр Сергеевич Кривоедов. Два удивительных, гениальных, молодых писателя, которые родились оба в Москве. А здесь Натали садится в карету. И так это литературный мир. А все равно все происходит на любимой улице Балчук. Балчук – одна из самых коротких улиц в Москве. Название ее татарское – Балчук, заболоченное. Москва-река разливалась, я здесь не случайно кусочек Москвы-реки показываю, и затапливала. Вот то место, где сейчас стоит гостиница Балчук, в старых летописях обозначено, что это один из первых трактиров, во всяком случае, при Иване Грозном. Он уже существовал. Так и назывался трактир Балчук. Когда я рисую, я не просто так брожу по этим улицам, а мне интересно знать об истории каждого дома этой улицы. Вот ту улицу, которую я сейчас показала, она сейчас ни с такой не существует. Это старые фотографии. Старые фотографии моего любимого книжного шкафа. Книжный шкаф заложил мой дед Иван Петрович Родин. Я горжусь своим дедом. Он удивительный был человек, генерал, и обожал книги. И эту любовь к книгам он привил и мне. Поэтому литературная часть и альбомы начал он собирать о старой Москве. Я открываю эти альбомы, конечно, сейчас в интернете, в онлайн всё можно назвать, но ощутить запах старого альбома, который пахнет книжным шкафом, это божественные запахи. Знаете, там, конечно, всё чёрно-белое, цветы и свет, я тут тоже всё это придумывала, Васильевский спуск тоже придумывала. Этот мир такой иллюзорный, он выдуманный, он вымышленный, он не краеведческий даже. Моя задача не краеведческая. Просто такая какая-то стилистика моего восприятия. Я думаю, что зритель мой узнаёт и понимает всё без топографической точности. Мне не нравится выходить в город, видеть сотни машин, видеть троллейбусы, видеть толпы людей. Мне хочется бродить под своим улицем, которые я сама придумываю. Их нельзя вырвать из моего сердца, это моё. Это моё детство, это моё родное. Я приглашаю вас прогуляться вместе со мной по улицам Орденки и Пятницкой. Вот эти две картины, они разные, но они тематически связаны друг с другом. Итак, я начну с Большой Орденки. Вот эта Большая Орденка. Я соединила несоединимое, только художник может соединить. Потому что эти церкви друг от друга, на самом деле, она длинная такая, они далеко. Но здесь мне хотелось закомпоновать. Вот этот домик напоминает тот дом, в котором родился Александр Николаевич Островский, мой любимый писатель. И родился он на Малой Орденке, это Большая Орденка. И сейчас я сразу перехожу в этот район за Москвой рекой, за Москворечья. Он непосредственно связан с творчеством Александра Николаевича. Там его и жизнь прошла, и творчество. И мой любимый Малый театр, который меня мама водила с детских лет, я хотела дань любви этому театру выразить в этой улице Пятницкой. Итак, улица Пятницкая. Здесь я попыталась сосредоточить основные церкви, которые доминируют. Это вот эта Колоколенко, церковь Святого Климента, и Кадашевская, вот эта церковь. Итак, посмотрите, вот здесь за Москвой рекой, за Москворечья селится обычно купеческое сословие. И он хорошо изображает в этих пьесах именно действия, которые происходят в купеческих этих домах. А за купеческими домами все непременно хозяйственные постройки и сады, конечно, сады, московские сады. И музей-то это называется «Садовое кольцо». Садов было очень много, поэтому не случайно у меня в центре три яблони. А вот этот, как бы, мир-кулис выражен у меня листочками яблоневыми. И эти пьесы «Свои люди сочтемся» на всякую мудреца довольно простоты. И как бы эти жители, они вот и до сих пор существуют, и бродят по этим вот маленьким улочкам, переулочкам за Москвой рекой. Вот такая история этой картины «Малый театр». Начиная работать вот улица Пятницкая над картиной, я выхожу и делаю этюды. Вот один из таких вариантов этюдов. Вот она улица Пятницкая, вот та церковь, в которой я показывала зеленая колоколинга. Черниговский переулок удивительной красоты. Вот та же самая церковь с другой стороны. Это летом из двориков. Очень сложно стать в Москве. Сейчас на тротуарах народу очень много, очень много парковочных мест. И поэтому приходится как-то так где-то находить такие огромные уголки, где тебя толпа не снесет с твоим этюдником. Поэтому во двориках каких-то маленьких приходится прятаться. Вообще очень мало таких двориков в Москве остается, потому что они становятся частными, пойти в них вовнутрь очень сложно стало. Но вот здесь вот Черниговский переулок, улица Пятницкая, еще можно погулять. Эта картина называется «Мотивы старой Москвы». Она создана по мотивам, по мотивам отдельных домиков. Эти домики соединены здесь в некий букет. Букет игрушечных, составленных мною, иллюзорных, просто игрушечный, выдуманный мир. И объединяет этот весь мир пушистый котик. Пушистый кот, который не конкретный кот из моей какой-то наблюдательной жизни, айка тоже какой-то собирательный образ. Потому что очень важно, чтобы найти опять живые оттенки кошачьего глаза. Глаз вот здесь, если загорается, значит я опять могу идти и гулять. Это церковь на Полянке, я иду гулять с ней, на улице Полянка. Это церковь старая, из архивов, к сожалению, разрушенная. Красные ворота, вот такие были красные ворота. Сталось только название метро. Вот это Академия Глазунова теперь, вот этот особняк. Это вот булочная, которая на Таганке стояла, угол. Вот такие двери были. Это, возможно, домик, где жил Остан Николаевич Островский, где он родился на Малой Орденке. Это церковь Серебряническая набережная на Солянке. А это в конце Пятницкой улицы. То есть красивые особняки, и то и любуюсь, как они там стиснуты еще современными домами. И мне очень нравится через это свое восприятие делать этот игрушечный мир таким лукавым, игривым и, главное, добрым. Мой основной посыл зрителям, я часто спрашиваю, для чего я пишу эти картины. Я очень люблю свой город, я искренне люблю свой город, люблю москвичей. Очень дорожу, особенно старыми рассказами у москвичей, собираю их. Для меня это все бесценно. Эта картина называется «Улица Солянка». Вот действительно, вот такие двухэтажные домики, их было довольно много. Вот просто это ориентир, как бы приметы этой улицы Солянка. Там где-то в конце виднеется опять же уная любимая котельническая набережная. И кот, который здесь сидит, у него живые человеческие глаза. Но это, по-видимому, передача моего настроения в этот период. Такой немножко лукавый. Эта картина называется «У метро Кропоткинская». Вот метро Кропоткинская. Вокруг него, вокруг этого метро, сзади Гоголевский бульвар. А на переднем плане опять же пушистые зверьки. Первоначально, по первоначальному замыслу, здесь ехал вот этот рулейбус, 16 номер. Здесь латал по людей. Но все это было так скучно и неинтересно. Люди какие-то муравьишки ходили. Поэтому мне казалось, что без кошки, ну, совсем другое восприятие картины. И я возвращаю кошек. Я возвращаю кошек, и в пару к этому коту задумчивому никак никакой кот не... Вот это просто ко мне приходил такой у нас рабочий, я работала на даче. И вот я зафиксировала, он принес вот эту рыбу. Поэтому у меня сразу ассоциация такая. Ага, рыбный магазин. Там никогда не было рыбного, там всегда была булочная кондитерская. Сейчас там обувной. И вот это уже начинается какая-то жизнь, закручивается сценка. А наверху, на кронах деревьев, опять же, у меня ангелы, музыкальные ангелы. Они не просто там сидят, наблюдают. Один на скрипке играет, на трубе играет, на арфе играет. Три ангела. У меня это символично. Ангелы и музыка над городом. Во-первых, я хочу сохранить свой город, чтобы ангелы его сохранили. Вот такая у меня мечтательная цель. Мои ангелы, моя музыка, моего города – любовь. Картина носит название «Спасо-Глинищевский переулок». Спасо-Глинищевский переулок. Где он находится? Улица Моросейка. Это переулок перпендикулярно. Замечательный красотый переулок. Посмотрите, полюбуйтесь на него. Потому что он так здесь, гора, и внизу речка Яуза. Такой крутой-крутой спуск. А там, на той стороне, опять же, Котельническая набережная. Моя любимая Родина. Что происходит? Здесь, опять же, ангелы, которые играют на музыкальных инструментах. Это посвящено оратории Рождества Генделя. Удивительная музыка великого композитора Генделя звучит здесь. И, опять же, вот этот вот кот, который утреннюю музыку пришел, слушает ушами так внимательно. Какой-то булгаковский кот. Необычный, совсем другая морда у него. И звуки, всполохи этой музыки цветом у меня на небе сияют. А вот в данном случае это здание, это здание котельнической высотки, это орган у меня. Вот такая вот удивительная история. Эта картина называется «Петровский бульвар». Она посвящена истории одной из самых древних улиц Москвы, которая никогда не переименовывалась. В чем удивительная ее особенность? Угол Петровки и Петровского бульвара. Прогулка перед Рождеством. Я уже знала, что выставка будет здесь перед Рождеством. Поэтому елочка здесь. Вот-вот в ожидании игрушек и начало праздника. А здесь иду я сама с моим мужем, дорогим Серафимом. Мы гуляем. И, конечно, как же мы без собак? Мы страшные собачники и кошатники. У нас обязательно должна быть драматургия связана с животными. Ведь животных очень скучно в городе. Мне не нравится рисовать машины, мне не нравится рисовать толпы людей. А вот такой лукавый образ. Вообще вот эта красивая колокольня, она вот так украшает Петровский монастырь. Историей его уходит в XIV век, история создания этого монастыря. А вот та колокольня, которую мы видим, это благодаря семейству Нарышкиных. Она возникла, они много опекали этот монастырь. И земли, которые прилегали к монастырю Петра и Павла, подарил дед Кирилл Полуэктович. Это дедушка Петра Великого нашего. Он был рожден от Натальи Кирилловны Нарышкиной. Поэтому здесь и усыпальница этого семейства. Эта картина называется «Тверской бульвар». Вообще «Тверской бульвар», как можно пройти мимо такой темы. «Тверской бульвар» – это бульвар, по которому гулял Пушкин. Я давно смотрела на него и думала, как бы мне это вот схватить. Именно самое нутро, то, что мне хотелось бы прочувствовать. Работа началась, работа очень длительная на этой картины. Около трех месяцев. Два месяца конкретно я писала. Началось все опять же на лавочках, с рисовок, потом этюды. И первоначальный замысел был весной, и что там гулял Пушкин. Но уже ближе к этой выставке я знала, что будет рождественская выставка. Я превращаю этот бульвар в зимний, иллюминацией украшенной. И по этому бульвару все-таки я решила, нет, следующая картина будет о Пушкин. Здесь опять же мы с мужем идем прогуливаемся. Это нашими современными глазами. Я смотрю, здесь удивительные истории каждого дома. В каждом доме я могла бы рассказать просто потрясающие истории. Ну, просто кратко расскажу. Вот этот театр Пушкина, театр Пушкина. Рядом к нему примыкает удивительный особняк. На нем табличка. В этом доме жил Андрей Платонов. Она до сих пор существует. Там были квартиры. А эта церковь вообще относится к середине 17 века. Одна из древнейших церквей. И поселение Стрельцов. И вот когда Таиров и Алиса Коун, они создали этот театр. Это был камерный театр в Москве. И вот много таинств и много мистики вокруг создания этого театра. И вокруг того, что сейчас происходит с этим театром. Но это отдельная история. Мой большой кусок жизни отдан графике. Вот эта ворона, она является собой обложкой картинного иллюстрированного словаря в издательстве «Альтопринт». Вот я коротко расскажу. Это буква «В», обыгранная. Я здесь тоже играю. «Великолепная ворона. На голове венок из васильков. А в руке она держит веер. И она влюблена в ворона. Это её жених». Вот такая игривая ворона. Вообще, вот эти графические работы, они относятся к периоду моей работы в издательстве, к моей графической теме моего творчества. Я хотела бы ещё сказать буквально Алексею Токмакове, это мой учитель, который говорил, что ни в коем случае не надо связывать себя с компьютером. Что компьютеры – это пагубно для художника. Но жизнь диктовала свои условия, потому что редакторы требовали, чтобы я приносила эти рисунки уже на CD или на флешках и так далее. Поэтому я закончила Бауманский курс. И ворона это сделано. Компьютерная графика – это не ручные работы ворона. Я очень этим горжусь, что я сумела освоить много программ, иллюстраторы, фотошоп. А это ещё ручные мои работы, и они уже другому моему учителю Ивану Ивановичу Шишкину посвящены. Вот здесь, опять же, код, называется эта картина, вот верхняя. Код-мечтатель. Шишкинская рожь. Это моё такое иллюзорное представление. И графика многослойная, угольным карандашом. Не за один день я делаю такие зарисовки. Вообще упоительно рисовать деревья. Деревья – это тоже целая архитектоника. Первый план, второй план, как эти ветки располагаются. Вот бродить по этим веткам, по этим оттенкам, по этим светотеневым нюансам – тоже упоительно. Вы знаете, когда я прихожу в лес, так сложно во всём этом разобраться, особенно на этюдах. То я часто прошу «Иван Иванович, помоги». Иван Иванович – это Шишкин. Вы знаете, всегда помогает, никогда мне не отказывает удивительный художник, которого я боготворю и обожаю. На этой выставке собраны работы в основном с 17-го и 18-го года. То есть целый год я готовилась именно к этой выставке. Это большой этап моей жизни. И он связан в том числе с многочисленными поездками. Вот одна из главных поездок для меня очень значительных – это была поездка во Францию. Во Францию мы приехали в Париж, прилетели в Париж, а потом нас собрала удивительная женщина, мадам Хелен, из города Порт-Бае, это на севере Франции, Нормандии. И у неё дом прямо на берегу Атлантического океана, Атлантический океан. Я вот утром приходила, рисовала, потому что что значит приливы и отливы в Нормандии? Это совсем не так для нас привычно. Вот нам давали каждому в руки, наша группа художников, книжечку, расписание. Потому что если ты опоздаешь, проспишь, то море уйдёт так далеко, намного километров, что придётся километры идти просто по морскому дну. И воды уже не видно. И сесть там на морском дне, писать воду, ужасно неудобно, потому что проваливаешься в этот песок. И по этому расписанию я приходила. У меня тут получается почти отливы. Надо было же ещё и свет, и цвет схватить. Вы знаете, Атлантический океан меня потряс тем, что я поняла импрессионистов. У нас нет таких оттенков, куда мы ездим, Чёрное море, Средиземное. Каждое море, каждое небо, оно имеет отдельный свет и отдельный цвет. Вот этот перламутр Атлантики меня совершенно потряс, потому что такие тонкие нюансы цвета, и они удивительные, они просто потрясающие. И вот это потрясение вылилось у меня в такие триэтюды. Эти триэтюды вообще для меня очень важны, потому что я никогда раньше море не писала. В основном у меня леса, но где живём среди лесов, среди своих дач подмосковных, это вот потому Шишкин и главный он для меня был. И вдруг море, и всё-таки я сумела схватить. Мне очень дорогие эти этюды. Не хотелось бы сказать несколько слов о этюдах в городе Гороховце. Город Гороховец расположен на границе Владимирской области и Нижнего Новгорода, даже ближе к Нижнему Новгороду. Удивительно, что там очень широкая река Клязьма. Это такая панорама, которую вообще обычно любят художники изображать. Сзади меня ещё монастырь, ещё выше точка, на которой я стою. Здесь широкая река Клязьма. Город упоительный, упоительной красоты. Столько монастырей, столько церквей. Мы попали просто туда, как совершенно другую планету. Ещё об этом я хотела рассказать. Это наш московский храм Сергия Радонежского. Вот я в сентябре его писала на улице. Рядом с моим обожаемым Андрониковским монастырём. 600 лет этому монастырю попадаешь внутрь на территорию этого монастыря. И как будто на машине времени уходишь сквозь глубь века. Там такая аура, там такое удивительное состояние, просто душевное. Очень сложно вообще зафиксировать. Многие художники рисуют Андрониковский монастырь, но как-то он не очень даётся. Много в нём секретов, много в нём каких-то таких вот, наверное, тоже мистических каких-то моментов. Вот здесь вот река Яуза, вот здесь рядом с ним вот этот вот монастырь. Но возвращаться туда хочется снова и снова. Я уже много-много лет пишу этот Андрониковский монастырь и люблю его. Я люблю говорить о московских улочках и переулках, но главное же, святыня наша, это московский крем, удивительный собор его. Каждый собор – это легенда, это история, это память, это восхищение. Какие удивительные иконы там сохранились. Вот эту картину я писала именно для этой выставки и даже предполагала уже, как она будет висеть. То есть этот музей для меня не просто родные стены, а это ещё и какая-то связь духовная между музеем Садовое кольцо, между моей душой и нашей замечательной Москвой. Вот этот Кремль я писала в мае, как раз расцвели. Какие красивые сады цветут, вот то, что ещё осталось возле соборов. Поэтому мне хотелось всё зафиксировать сразу. Я писала его со стороны Софийской набережной. Эти этюды созданы в самом начале года. 1 апреля мы прилетели на Северный Кавказ, город Иссентуки. Вот такой цветущий я не могла оставить это без своего внимания. Я писала это тоже с высокой точки, с балкона санатория Дон, где мы проживали. Ну, тут старые синдуки, которые уже уходят. Людей всех расселили из этих домиков. Но будет какой-то новый, наверное, город. Но деревья, вот эти горы удивительные, их ничто не может тронуть. И красота, и величие Ставропольского края, и Северного Кавказа всегда живут в моём сердце. Потому что я каждую весну стараюсь, каждую весну ехать на Северный Кавказ. Это у меня тоже начало года. Итак, мои поездки на пленэр этим летом. Вот эти два этюда посвящены поездке в полотняные заводы Гончаровых. Это устья двух рек, где предположительно Гончаровы, то есть не предположительно, а так оно и было, они изготавливали паруса для флота Петра Великого давным-давно. И вот эти полотняные устья, так и называется устья, красивейшие места Калужская область. Мне просто, для меня было новое открытие. А вот это Ногинский монастырь, под Ногинском, где моя дача, 40 километров от Москвы, и называется Никола-Берляковский монастырь. Удивительно, там сейчас восстановили вот эту колокольню, отреставрировали. Вот эту маковку при мне на вертолёте устанавливали. Так она и называется у меня картина «Возрождённая колокольня». Картины, вот сначала первую я написала, тема рожь. Это у нас рядом с дачей посадили, такие замечательные виды появились, пейзажи. Как я могла пройти мимо, любя своих удивительных учителей Шишкина, Саврасова. Вот поэтому я приезжала и не могла пропустить такую красивую картину возле себя. Ну вот я, для меня эти картины очень дорогие. Я так думала, получится или не получится у меня. Трепет, трепет в душе, потому что очень важно за короткий срок, вот пока туча прилетела, вот схватить всё это состояние и по колориту, и по свету, и чтобы до дождя успеть быстро-быстро. Вот тут мастерство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова